Товарищи, из архивов консультанта объединения рабочих промышленности транспорта и связи Ленинграда Ко мне попало два документа, среди которых есть свидетельство о регистрации этого объединения в 1991 году И заверенный Министерством юстиции РСФСР устав объединения рабочих промышленности транспорта и связи города Ленинграда Это в качестве информационного сообщения предлагается возродить работу этого объединения И в соответствии с уставом этого объединения в ближайшее время провести съезд рабочих Ленинграда Избрать из делегатов этого съезда совет, который является по уставу этой организации, руководящим органом этой организации И избрать председателя этого совета И использовать эту организацию, это объединение рабочих промышленностей транспорта и связи Ленинграда Как некое средство или трамплин для товарищей Которые работают у себя на местах, но пока не готовы к вступлению в партию Потому что по уставу организации в это объединение могут сходить рабочие из любых предприятий И проводить там свои интересы Организация является официально зарегистрирована, является юридическим лицом Есть печать, есть бланки Этой организацией надо пользоваться как средством для достижения наших общих партийных целей Если вкратце, это вот пока все Ну, в дополнение, я встречался на днях с председателем совета этой организации Членом нашей партии Тимофеевым, докером То есть вы хотели сделать такое объединение, которое отстаивало бы интересы рабочих во всем Ленинграде На предприятиях На предприятиях Навести как бы порядок Чтобы рабочие могли бы повлиять Продвигать их интересы на предприятиях На предприятиях, да Кто-то бы защищал бы их интересы Так вот, и вы совместно с нашими научными деятелями С Александром Сергеевичем, Михаилом Васильевичем Да Казенов Александром Сергеевичем Да, и вот вы Тогда еще Снежко был С товарищем Федотовым решили Организовали вот это вот объединение, правильно? Да, да, да Обсуждали все эти проблемы Рабочих Конкретного завода Ну, действительно, что надо чего-то делать И они уже на предприятиях Члены Совета, которые были на съезде То есть участие, которые знакомы с этой организацией Уже работали в коллективе там У себя на предприятиях Газеты вот за рабочие дела уже стали выпускать потом Да, там есть у меня в папке документов Протокол об учреждении этой газеты Да, да Рабочее дело, что она тогда вот была учреждена Что это газета вот этого совета Именно совета рабочего Огромное спасибо, что оставили такое положительное впечатление В том плане, что вот нашли эти документы Даже вот протокол номер 1 от 22 июня Так, так, что вот нам надо сделать сейчас, чтобы Также делегировать съезд Привести съезд очередной Сделать делегатов на съезд рабочих И все Или через профсоюз Профсоюз делегировать Какого-то рабочего Мы можем, предположим, обратиться в профсоюзы С просьбой делегировать своих рабочих В это объединение на этот съезд Можно Можно 3-5 человек делегированных собрать Именно Вот Естественно Составить план работы уже дальше И Избрать достойно председателя Я тоже не могу быть председателем Я думаю Есть товарищи, которые делегируют Выберут Кого-нибудь Найдем мы Вот именно рабочих Партийного товарища И рабочего найдем Да А Эти Как Пенсионеры Да Они могут участвовать В работе съезда Все Но Совещательный голос Хорошо Пусть совещательный Решаешь иметь только рабочие Работающие Да Здесь есть это Да 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 Это такой Ставим про Прототип рабочей партии Потому что здесь еще много Из тех вещей, которые написаны Есть у нас в уставе Ну естественно У нас же То есть И По партии длинней Пожалуйста Есть организация Здесь По Рабочим Обвинениям Вот пожалуйста Есть совет рабочий Да Вот В работе совета могут принять участие С правом совещательного голоса Представители рабочих коллективов И их органов Да Те, которые не делегированные А в работе совета можно принимать Да То есть Я вот Читал устав Здесь на самом деле Очень много чего интересного И Тут В четвертом же пункте написано Что это Объединение является юридическим лицом Что это Объединение, которое ставит своей целью Организацию Регулярного общения между рабочими Разных предприятий И отраслей Для Осознания своего места в роли Системы производственных отношений Выработки позиций по отношению к другим Социально-профессиональным группам На уровне предприятий и организаций Для определения своего отношения Проводимым и намечаемым преобразованием В сфере экономики и политики То есть Мы можем всегда выразить Негодование в связи с какими-нибудь Нормативными актами Указами президента Постановлениями правительства И любыми другими локальными актами Которые выходят на уровни предприятий Организация фонд рабочей академии Президентом которой является Михаил Васильевич Попов Вот она учреждена в том числе и объединением Рабочих предприятий промышленности Транспорта и связи Ленинграда Также в учредителях этой организации Совет рабочих Москвы Или объединение рабочих Москвы Совет рабочих Нижнего Новгорода А также Петровская академия наук и искусств Вот такой вопрос в связи с этим А как пришла мысль Или возможно вот как это родилась идея О создании такой организации Как фонд рабочей академии И какое отношение к нему имеет Вот это здесь Именно самая тесная связь Рабочих и служащих Ага Там почему Рабочая сила А служащих Ум знания То есть именно знания Передавать рабочим Обучать рабочих Он называется да еще фонд содействия Обучения рабочих Да Естественно Мы тогда Только пока еще вот фонд рабочих академий Не было ничего Мы уже Тогда Начинали Изучать Науку Локи Обидеть А сколько вот этот совет рабочих Все таки проработал Ну вот По памяти До какого времени Вот он действовал Вот действовал Пока вот Не пришли может быть какие то другие времена Ну где то у нас пошел спад После пуча День после 93 93 Да Еще более однозначно настроены в совете рабочих Как известно Уже существует постановление российского исполнительного комитета советов рабочих Многочисленной и мощной организации с которой не считаться нельзя Она вынуждена была принять решение о создании отрядов рабочей гвардии для защиты конституционных органов власти Уже выбран командир отрядов рабочей гвардии На этом заседании Было принято следующее постановление Создание отрядов рабочей гвардии для защиты конституционных органов власти Данное постановление Определяет Что в условиях насильственной ликвидации советов народных депутатов Циничного поправления основного закона Российской Федерации Уничтожение конституционных прав свобод граждан В связи с введением бывшего президента Российской Федерации Федеральной диктатуры В целом защиты советов всех форм Постановил ЦИК Создать отряды рабочей гвардии При городских советах рабочих Отрядом рабочей гвардии взять под защиту советы всех форм и уровней Городским советам рабочих Часть отрядов Немедленно отправить в Москву Для защиты советов и конституционных органов власти После этого Не то что сразу А так уже Ну тогда уже все организации стали разваливаться Ну и все равно Потом же Опять же На базе именно советов рабочих И в порту стали выпускать газету докер Буду помогать Консультировать Там что-то надо Вопросы Сдавайте Все Надо в ближайшее время Будет организовать съезд Я думаю что Мы там в рамках комитета Подумаем как это сделать Но вот в первой прикидке На съезд могут быть делегированы Те же товарищи Которые делегированы На российский комитет рабочих Там каждого товарища делегирует пять человек Они могут и делегировать рабочих на съезд А уже на съезде Может быть избран совет и председатель этого объединения Поэтому прошу к этой работе Подключиться Это объединение с одной стороны новое С другой стороны оно не новое Просто вот мы Такая форма Да Есть такое вот Решение что надо возродить работу этой организации Совет рабочих Это руководящий орган объединения Вот этого Вот этого объединения Объединение рабочих Промышленности Транспорта и связи Ленинграда Ну и в дополнение Это одна из тех организаций С помощью которых был учрежден фонд рабочей академии Так а что сейчас предлагаю Да Это информационное сообщение Принять О том что это объединение есть Оно действующее Объединение рабочих предприятий Промышленности транспорта и связи Санкт-Петербурга Совет рабочих Промышленность Äв워 Решение Похоже 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 Поехали И Продолжение следует...